всем привет с вами на связи снова я белесова ольга давно меня не было в эфире сегодня я хотела вам показать то есть я делаю такие вот часы заготовку я заказывала под себя делаю с элементами таких вот цветов цветы из гипса обычного строительного гипса кнауф и это естественно полуфабрикаты то есть надо еще будет это все дело вырезать это элементы барельефа сегодня хочу вам показать как с помощью обычной штукатурки кнауф можно сделать вот такие вот розы но сразу снова поясню то есть мастер-классе не буду мастер-класс не на обзор от или как это можно назвать потому что же много всяких разных высказываний слышу по поводу что это у вас не мастер-классы но то же время в данном видео сразу хотела бы пояснить что вырезать я как вырезаю я пока показывать не буду я покажу просто как просто мешаю эту штукатурку и как я их создаю потому что здесь после того как это все высыхает необходимо еще доводить до совершенство вот это вот бутоны то все срезается вот эти все выпуклости соответственно смотрите данное видео дальше данная штукатурка у меня находится на балконе стоит в одном месте вот такая вот кнауф фюген это скрытельная смесь шпаклевка гипсовая штукатурка такая обычная порошка порошок я ее развожу с водой и делаю барелье в картин такие вот работы с помощью данной штукатурки можно делать то есть то что я вам показывала сейчас часы говорила что это полуфабрикат работа у меня 1 1 работа это дело с гугой там дешевили захотелось вот в таком темном варианте все свои первые работы я оставляю себе потому что мышечная память когда я смотрю я вспоминаю как я это делала это вот лилия вот бутон из лилии это вот розы все это наносится я вам сейчас покажу как это делается но после того как это все наносится соответственно это все вырезается с помощью определенных инструментов срезается лишнее вот тоже полуфабрикат мне повезло как-то я купила эту гипсовую штукатурку белого цвета вот тоже розы они еще не вырезаны и не просто я сделала и они ждут своего часа когда я начну их уже вырезать вот такая вот одна работа и вот готовая насыщенная вторая работа что сейчас буду рассказывать показывать продолжаем вот такая вот смесь такую смесь не мешала это вода и вот это вот строительная штукатурка больше здесь ничего совершенно нет главное очень хорошо перемешать выкладывая это дело на шпатель и уже со шпателя начинаю работать ну вот я приготовила у меня вот такая вот смеси штукатурки получилось я и переложила часть на шпатель взяла мастихин то есть я работать буду с помощью мастихина естественно задача стоит достаточно сложная первый раз это пробую на такой заготовке делать из гипса цветы не совсем удобно потому что она очень достаточно пока в жидком виде очень такая жидкообразная да в отличие от ривееры и сложновато с ней работать тем более сразу хочу сказать что серая шпаклевка отличается от белой вот казалось бы вроде цвет но не только цветом и составом когда мешаешь она сохнет по-разному она реагирует с водой совершенно по-разному то есть белой белая более выносливая белой больше хватает на ну промежуток времени работы с гипсовой штукатуркой гораздо с белой гораздо больше чем с серой поэтому как бы с белой мне было попроще серый мешок свежий если вы обратили внимание недавно открытый поэтому с ней вот первые цветы не считая того что когда-то училась я тоже на серой то есть когда уже начинаешь делать уже прирабатываешься к штукатурке ты уже начинаешь чувствовать и мешать так как тебе необходимо имеется ввиду в зависимости от того что ты делаешь и состав штукатурки по вязкости он везде разный то есть на одни цветы он должен быть более мягкий на другой более жесткий я делаю вот такую вот горку для розы естественная как уже сказала это будет то есть то что я вам показывают полуфабрикат необходимо эти розы еще будет вырезать с помощью определенных инструментов да вот видели набрала сразу хочу сказать что скульптурная живопись очень отличается от барельефа потому что первых это материал абсолютно разные ну и как бы работа с ними тоже надо совершенно по-другому вот такими вот масками казалось бы достаточно все просто набираешь и выкладываешь на свою работу то есть работаю я со шпателем очень удобно причем сразу могу сказать вот когда я попробовала работать именно со штукатуркой мне стало мне за штукатуркой было работать проще чем с ривьерой но тоже штукатурка да я имею ввиду что с гипсовой вот с этой мне очень нравилось на какое-то время как-то ушла от нее другими работами была занята потом по первости когда обучилась первое время когда самом начале самом начале я делала работы картины то есть вообще по идее с этой с этим гипсом работает на стене но я вот лично я делаю это все на двп и делаю картины мне это нравится и как-то очень красиво получается то что я вам показывала вот так вот потихонечку выкладывается потом снова как-то высохнет это уже будет все естественно облагораживаться и доводиться до своего года совершенства определенного да потом краситься уже получится готовая работа конечно на ровной поверхности это гораздо удобнее делать нежели здесь это потом будет вырезаться внутренняя часть дальше листки крозе здесь тоже немножко неудобно их делать имеется ввиду на такой заготовки то есть если бы это было на прямом то просто было таким вот образом бы выкладывалась попробую рискну вот так вот да и этого было бы достаточно не буду трогать оставлю так как есть так как это первая работа такая для меня пробный вариант такие вот листки делаю наверное по образу и подобию также как и ривьерой кстати у кого нет возможности приобрести штукатурку ривьера вам вообще идеально попробовать вот эту вот гипсовую она продается в строительных магазинах в обычных строительных магазинах разводится просто водой ну и единственное что по поводу окрашивания тут конечно совершенно все по другому если скульптурной живописи мы можем все это сразу колеровать здесь конечно же нет здесь это все должно высохнуть так видно не видно на канал частенько приходит халявщики которые ругаются что хотят все и сразу чтобы показывали я так думаю что эти люди ходят наверное везде ищут где можно бесплатно узнать какую-то информацию если вы очень часто находитесь на каналах youtube и смотрите мастер-классы вы прекрасно понимаете что в бесплатном доступе всю информацию вам никогда никто не расскажет просто есть мастера я это делаю я рассказываю бесплатно очень много я считаю что при желании если начинаешь тренироваться то можно самому добиться результатов вот такой вот цветок у меня получился теперь он будет сохнуть и дальше уже когда высохнет будет приобретать свои господи чтобы вам было видно свои уже формы если если есть какие то вопросы то пишите в комментариях чем смогу помогу все до новых встреч с вами была велисова Ольга тут конечно шпаклевочку штукатурку господи извините штукатурку надо использовать сейчас пойду на свои другие картины ее выкладывать потому что она высохнет уже все на выброс хранится она не будет в отличие от ривьеры все пока пока подписывайтесь на канал на колокольчик уведомления я с вами следите за мной за моим творчеством в инстаграм ссылка ниже под видео люблю целую и 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 вот такая вот получилась розочка она получилась немножко не то что я хотела то есть вот здесь они такие плотные да то здесь вот я еще привыкаю к этой штукатурке она получилась приплющенная слегка потому что развела надо было еще немножко но самое что интересно из той же штукатурки когда уже она стала подсыхать воздух вышел уже вот такая вот кругленькая очень рельефные и плотная розочка вышла но при этом при всем штукатурка уже было все на грани того что она не подходит для дальнейшего использования то здесь надо вот лавировать между тем чтобы успеть это все сделать то есть наводить надо понемногу чаще получается потому что дальше она уже высыхает и дальнейшем использованию нет никакой возможности после того как это все подсохнет я начну вырезать вот я еще подумала мне кажется надо будет добавить бутончики сейчас мне получилось вместе с бутонами 7 розочек не знаю пока думаю оставлю это все отдохнуть чтобы понять что же необходимо как-то вот так вот не получается часы закон подлости когда начинаю снимать видео всегда какие-то лишние звуки появляются смотрите все теперь точно все до новых встреч подписывайтесь пока пока